Лик святого благотворного князя Александра Невского пользуется особым почетом и любовью всех православных россиян. Великий полководец сыграл немаловажную роль в истории России. Он не просто защищал русские земли от западных и восточных захватчиков, а еще и отстоял православную веру. Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга среди верующих как образец мудрого и человеколюбивого правителя. Теперь икона с мощами, специально написанная для крымчан в иконописной реставрационной мастерской Свято-Троицкой Александра Невской лавры, будет оберегать и территорию республики. Дорогой владыка, с радостью передаем вам, и пусть это будет залогом, еще одним залогом того, что Санкт-Петербург, Симферополь и, конечно же, Крым весь – это действительно побратили. С молитвой к иконе Александра Невского обычно обращаются люди, чья профессия связана с опасностью и риском. К примеру, военные просят у благоверного князя удачи на поле боя. Другие, чаще всего накануне важных встреч и событий, просят заступничества от всех недобросовестных. Также икона чтится среди семейных людей. Она способна уберечь домашний очаг от всех неприятностей. Домочадцы обращаются к образу Александра Невского с просьбами сохранить мир и гармонию в семье. Я думаю, это та сила, та духовность, которая будет в стержнем стоять у нас в Симферополе и, соответственно, как столице Крыма, во всем Крыму. Гости из Санкт-Петербурга также без подарков не остались. В дар от Крымской епархии – образ святителя Луки. Не примите этот образ святителя Луки на молитвенную память. Нужно сказать, что вообще дни Санкт-Петербурга в Крыму безрезультатными не остались. Во время встреч петербургской делегации с руководством Крыма и города Симферополя были достигнуты важные договоренности. В этом году, наверное, порядка тысячи преподавателей из республики Крыма, в первую очередь, из Симферополя, пройдут соответствующие повышения квалификации в вузах Санкт-Петербурга, я имею в виду педагогических вузов и наших школах. Первый момент. Второй момент. Мы договорились об укреплении дальнейшего и развитии дальнейших отношений в сфере здравоохранения. В течение дней Санкт-Петербурга более 130 симферопольцев получили бесплатную медицинскую консультацию у ведущих столичных специалистов, прибывших в Симферополь в составе делегации. Из числа обследованных 16 с серьезными диагнозами получат высокотехническое обследование в госпитале Санкт-Петербурга. Также в качестве оказания помощи Полтавченко пообещал передать в Симферополь 20 новых пожарных машин. Эвелина Белошапко, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ.